Город-музей тонет во мраке. Жители Суздаля жалуются на плохую освещенность городских дорог и даже пешеходных переходов. Проблема вскрылась ближе к зиме, когда световой день достиг минимума, а школьникам пришлось переходить проезжую часть в темноте на свой страх, риск. Я считаю, даже пешеходные переходы не освещены. Улица Садовая, улица в споле, бульвар в споле, где дети в основном идут из школы. А в 4 часа уже зимой темно. Ни один пешеходный переход не освещен. Я считаю, что это мало тускло. По улице Васильской тоже долгое время не было света. Вооружившись люксометром, жители Суздаля сами вышли на улицы проверить, достаточно ли света на городских дорогах. По ГОСТу освещенность пешеходного перехода должна быть не ниже 20 люксов, при минимальной освещенности не ниже 6. В Суздале, как посчитали местные, большинство пешеходных переходов до ГОСТовских значений не дотягивают. Мы находимся на улице Васильевской. Вот ориентир Васильевский монастырь. Это одна из туристических улиц, которая ведет из автолокзала, где туристы могут и пешком пройтись, и заезжают сюда. А на машинах. Пешеходный переход. Делаем замеры. У нас получается 0,03. Такая же ситуация, говорят общественники, и на бульваре в Сполье. В этой части города недавно провели ремонт дороги, и сейчас она еще на гарантии. Однако, даже на отремонтированных участках показатели не доходят до минимальной разрешенных значений. Что уж говорить о старой части города. Мы находимся на пешеходном переходе. Здесь у нас идет поселок Новый. Здесь Елинский луг, улица Шмидта. И, соответственно, делаем замеры с помощью прибора-олексометра. Показатель 0,01. После своих проверок активные жители города-музеи написали обращение в надзорные ведомства и администрацию Суздаля. Однако от чиновников пришел очень короткий ответ. По вопросу уличного освещения города Суздаля, все улицы города обеспечены уличным освещением. Освещенность соответствует требованиям СНИП. Недовольные таким ответом жители готовы обращаться во все надзорные инстанции. Ведь на кону безопасность и жизнь людей.